Ну, сегодняшние акции надо продолжать, потому что власть не идет ни на какие уступки и разговоры с народом. То, что привлечены российские специалисты по СМИ, это, честно говоря, позор, потому что, ну, началась откровенная фальсификация и вранье по телевидению. Соответственно, я надеюсь, что протест не сдастся, люди будут выходить дальше, потому что мирные акции, у людей есть только одна цель. И очень жалко, что власть этого не понимает и пытается перевить протестам какие-то дополнительные требования, которые они не выдвигают. Для того, чтобы поссорить нас, в принципе, со всем миром, включая и Россию, и Европу. Хотя цель только одна – противостоять текущей власти. Во-первых, очень интересные слова президента по поводу того, что он постоянно говорит, что кто-то нами манипулирует. С России сначала были, потом Чехи, еще кто-то. И сейчас, вот, как мы узнаем, приехали журналисты из России на БТ. И это, на самом деле, я бы сказал, что предательство по отношению к нашим людям и по отношению к тем, кто работает на БТ. И не должно быть такого. То есть это наш внутренний конфликт, мы сами должны с ним разбираться. Не нужно никого предлетать. Мне понравился ответ также украинских шахтеров после его слов, когда он сказал, что позовет шахтеров из Украины. Вот. И они сказали, что нет, что шахтеры – одни из самых, как это там было, крепких ребят, которые очень дружны по всему миру. И этот ответ меня, на самом деле, порадовал. И я очень горжусь тем, что я здесь живу, что я так же белорус, как и все здесь собравшиеся. И в целом, по поводу вот этого всего, что сегодня происходит, хочется сказать, что прям небывающая акция солидарности, какой я за 20 лет. Я живу здесь 20 лет. За 20 лет я еще ни разу не виделся здесь. И это очень хорошо, что народ собрался. Я очень надеюсь и я верю, что мы, белорусы, победим, потому что вместе мы сила. Ну, то, что будут приезжать российские специалисты, это вообще, мне кажется, неуважение к белорусскому народу. Это, ну, вообще геноцид народа идет, да, потому что людям не хочешь, не работай. То есть мнение никто не спрашивает, никто. Ты чуждо вообще мнение людей. Поэтому это вот обидно. Но я хочу не обидно сказать, что мне радует, что наконец-то родилась вот нация белорусская. Вот это вот, благодаря этой ситуации произошло рождение именно вот белорусов, само объединение это вот, это вот радует. И это, ну, раскрылся как огонь в каждом сердце, как бы, и оно, все поняли, что все думают одинаково. Это вот очень важно, на мой взгляд. Ну, хочу сказать, что очень здорово, что люди выходят, несмотря на тот страх, который есть в каждом из нас. Нас действительно очень сильно запугали, но народ все равно вышел и сплотился благодаря какой-то вот общей вере в то, что мы сможем победить. Победить и в то, что вообще во всем мире может быть лучше, что правда пероможен. Меня удивило, не скажу, что удивило, меня вельми узрадовало, такие уздымы, какие отбываются зараз у народа. Тому, кого сюда не пришлют, зя на каких пропагандистов узрассе. Мне подается, что адекватные люди зараз в уголе не глядят с этой каналы, тому это неисторно. Что, датично до шахтеров, то я чувствую сам Волынец, таки старшиня профсоюза шахтеров украинских, сказал, что это вельми консолидованная такая каста, и что она никогда не сделается штрих-бредами тут на Беларуси. Я абсолютно выполнен в этом. Так что вот зараз отбывается вот этот чудовный уздым таки беларусы. Это вельми приемно. Такая грунтовность вот той, что вышли люди, вот это самое грунтовное, что нас большесть. Вот это самое головное. И як не звози людей, не роби карусели на этой митинге, народ иди сюды, разумеется. И перемога будет тут безумовна. Тому живи, Беларуси. Как бы, почему не боюсь? Боюсь, но если все будут так думать и все будут сидеть дома, то все изникнет. А так, несмотря на страх, надо идти, надо бороться за свою независимость, за нас, за наших детей, самое главное. В каком они обществе и стране будут жить, чтобы они не сбегали за границу. Мы хотим, чтобы наша Беларусь была наша. И то, что произошло, конечно, вот это вот насилие, это просто... Так нельзя жить. Так нельзя жить, когда сейчас, в 21 веке, такое происходит. За это я буду ходить и стоять везде, потому что так быть не может. И мы за то, чтобы все изменить и все было хорошо. Только без него. Мы хотим новую власть. И чтобы за это заплатили те, кто это сделал. Вот эти зверства, это самый шок, который мог вообще быть за последнее время. Так не должно быть. И это не должно замазываться, стираться, переключаться вниманием. Сейчас вот, чтобы, вы видите, российские приехали. Все идет акцент на то, чтобы внимание переключить, чтобы бел-червоно-бел столкнуть нас лбами с красно-зеленым. Красно-зеленый мой флаг, бел-червоно-бел мой флаг. Мы все белорусы. Отвлекается внимание от главного. Отвлекается внимание от того, что президент должен уйти, он должен заплатить. И все должны выйти. И все, кто сидит в этом ужасе, они должны выйти. И все инвалиды, кто пострадал, должны за это заплатить и ответить. И так не должно быть. Так не должно быть в нашей стране. Вообще, даже близко к такому, чтобы даже не мог человек подумать, что он может пойти за хлебом, а я могу взять и сбить вообще. И за что? Это уму непостижимо. Так не должно быть. Что? Ну, я могу сказать, что это российские пропагандисты. Больше ничего я не могу сказать. Что еще нашему президенту остается делать, кроме как звать своих российских друзей? Ну, это по этому вопросу, по вопросу телевидения. Доброе. Хотели нечто поделиться вообще? Ваше уражение, может быть? Ну, я надеюсь, что это все пройдет быстрее, чем этого хочет наш президент. И это не растянется, грубо говоря, там еще на пару недель. Я надеюсь, он это посмотрит и, наконец, смирится со всем происходящим. И сам себе, наконец-то, скажет нормальные слова, которые ему тут все говорят, и спокойно уйдет. Вот и все. Так это не последний день. Ну, по крайней мере, для нас, для белорусов, для нашего народа. А то, что они там пытаются запугать. Ну, пусть пытаются. Но надеюсь, что будет все мирно, все хорошо. И все-таки победит справедливость, победит белорусский народ. Живее Беларусь! Ну, просто люди собираются. Живее Беларусь! Потому что это не устраивает то, что происходит. То, что закон не работает. Или работает только тогда, когда нужно защитить действующую власть. Или какого-то человека, который поддерживает власть. Тогда закон работает. А когда людей избивают, когда их калечат, когда их убивают, то дела просто уголовные не открываются, материал не собирается. Либо их открывают и очень быстро закрывают. Вот так же, как было с Захаренко и Гончарон. Либо просто пишут, что не нашли никого, чтобы наказать. Ну, в общем, такая однобокость закона. Ну, то, что люди выходят с флагами, мне кажется, это больше просто символ, да, этот флаг. Видите, кто-то выходит и с красно-зелеными. Тут проблема в том, что вообще, ну, как бы это просто символ. Так же, как и там, не знаю, белая ленточка. Это не то, чего критически хотят люди там или что-то такое. Тут просто больше, просто символ. А в основном люди выходят, потому что их не устраивают вот такие вещи, как отсутствие нормальной работы закона. Вот это. Спасибо.